Здравствуйте. В Казанской университете проходит большая конференция «Россия-Китай». Ее проводит Институт международных отношений. И гостем этой конференции стала Юлия Александровна Дрезис, доцент кафедры китайской филологии Института стран Азии и Африки Московского государственного университета. Здравствуйте. Вы занимаетесь переводами и вообще изучением современной китайской литературы. И я с большим интересом обнаружила, что в современной китайской литературе есть, например, постмодернизм. Нам всегда кажется, что китайская литература, она такая очень традиционная, вообще все осталось где-то так во втором тысячелетии до нашей эры. Что есть современная китайская литература и даже, повторяю, с постмодернизмом... Да, конечно. Ну, новая китайская литература, мы в некотором смысле можем отметить ее столетний юбилей в этом году, потому что публикация первых текстов на современном языке, первых поэтических текстов, она состоялась в 1918 году. В 1919 году вышел первый сборник. То есть, получается... Это уже авангард был, да? Одновременно с нашим авангардом? В некотором смысле для своего времени это был авангард. Главный прорыв заключался в том, чтобы начать писать на разговорном китайском языке, потому что действительно на протяжении столетий до этого основной массив текстов китайской литературы, он создавался на классическом китайском языке, на китайской латыни. И эта ситуация не менялась вплоть до начала XX века. Вот она начала потихонечку меняться только на волне восторженного интернационализма китайских 20-х. И постепенно, пройдя такой длинный столетний путь, китайская литература пришла к тому, что она представляет собой сейчас. Там царит полный плюрализм, чего там только нет. Действительно, есть и китайские авторы популярные, и китайские авторы высокой литературы, есть китайские детективы, китайская фантастика, и почему бы нет китайский постмодернизм. Давайте начнем с поэзии. Я думаю, что и наши слушатели, да и я сама, в общем, не очень представляют себе, как пишутся стихи на китайском языке. У нас, например, в русской литературе торжествует села ботаническая система. Закономерное чередование ударных, безударных слогов. У нас есть рифма, строки, строфы. То есть, как выглядят стихи на русском языке, мы все представляем. А как выглядят стихи, которые написаны иероглифами? Вот рифма у них есть? Смотря какие стихи мы имеем в виду, опять же. Значит, те стихи, которые создавали в традиции, то, что все себе представляют, когда говорят о больших именах китайской поэзии, или бо, ду, фу и так далее, это тексты, которые писались, конечно, с рифмой. Это тексты очень внутри себя строго организованные. И там тоже есть чередование. Ну, не села бы тоника, да, а свои китайские мелодические чередования. Но, тем не менее, это такая очень традиционная поэзия. В 20 веке китайцы от всего этого отказались. И, наверное, 90% того, что создается сейчас на китайском языке, и то, что мы называем китайской современной поэзией, это верлибры. Хотя были попытки перенести на китайскую почву европейские размеры, но они не увенчались успехом. Ну, потому что, наверное, система языковая совершенно к этому не готова. Да, она не приспособлена совершенно, потому что непонятно, что должно стать вот таким же маркером, как ударение. Потому что в китайском языке нет такого силового ударения, как в русском. Поэтому приходится искать какие-то обходные маневры. И вот какие обходные маневры вы находите? То есть как китайское стихотворение перевести на русский язык? Так, чтобы и специфика китайская сохранилась, и было понятно, что это стихотворение нашему читателю? Это сложно, да, потому что тут не только в плане языковом, но, может быть, еще в плане таком культурном. Потому что все равно китайский читатель погружен в мир китайской культуры. Ну, условно говоря, любой россиянин представляет вот такой чебурашка. Мы все равно все взросшены в одном и том же каком-то культурном общем пространстве. Причем я имею в виду как раз такие банальные вроде бы вещи, не высокую культуру, да, а вот в том числе часть популярной культуры. И российский читатель, он выключен из этого. Поэтому... Ну да, если западную культуру мы еще, в общем, представляем, то китайскую... Ну, единственный наш способ, да, это в комментариях там давать ссылку, что-то объяснять. Например, у современного поэта Сианьяншика есть стихотворение, которое называется «Чтобы узнать вкус груши». Любой китаец опознает в этом сразу же автоматически классическую цитату из Мао Цзэдуна. Чтобы узнать вкус груши, нужно преобразить грушу, пожевать ее. Чтобы понять смысл революции, нужно принять участие в революционной деятельности. То есть это такой призыв к непосредственному опыту восприятия. Ну, если как в нашем бы стихотворении попалось там учиться, 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 мы бы это тоже опознали. Да, конечно, мы бы тоже это опознали автоматически, да. Ну и потом есть вещи чисто языковые, где китайские авторы начинают играть с теми особенностями, которые у них есть в распоряжении, которые им дает китайский язык. Например, даже если взять тот же иероглифический знак, он внутри себя организован определенным образом, он не бессмысленно. Там есть повторяющиеся элементы, и авторы с этим играют. Опять-таки у современного поэта Ханьбо есть стихотворение «Дикий заяц», где в одной строчке у него находятся подряд три иероглифа, у которых один и тот же элемент графический, который отвечает за звучание в этом иероглифе. И вот я когда переводила, думала, как это передать по-русски, да, у нас нет вроде никакого средства это сделать, ну и не придумала ничего лучше, как передавать это через альтерацию. То есть мы повторяем какое-то сочетание согласных внутри русских слов ровно потому, что это воспроизводит китайскую модель, да, какой-то кусочек слова, который мы повторяем от слова к слову, и он задает какое-то звучание. Ну, все равно это каждый раз челлендж такой, это вызов. То есть это целое приключение переводить китайскую поэзию. Конечно. И не только поэзию, да, и... А можете прочитать какое-нибудь китайское стихотворение на китайском и, может быть, прокомментировать что-то, как бы вы его переводили или перевели? Да, я давайте прочту по-китайски, и по-русски его перевод. Это стихотворение современного поэта Сиду. Оно называется «Морские птицы». «Морские птицы», «Морские птицы». «Морские птицы». Ну и теперь я прочитаю его перевод. Замечательно. Но когда вы читали китайское стихотворение, на китайском было понятно, что это стихи? Хотя все совершенно неизвестно. И ни одного слова, конечно, непонятно. Ну вот удивительно, что здесь нет рифмы, но в то же время все стихотворение строится на повторяющихся созвучиях. Там оно начинается в первой строке с хай о, это буквально морские чайки, и хай оар, и море при случае. Вот опять же по-русски я попыталась это передать при помощи этого навязчивого звучащего звука ч, чайка, галочка. При случае. То есть мы как бы повторяем, имитируем это китайское отзвучие. Ну и вроде бы такое современное стихотворение, но оно отсылает к такой классической аллюзии из традиционного текста. В его названии оно, собственно, заключает такую отсылку к одной из глав, одного из философских китайских трактатов. Но это такое, конечно, стихотворение профессора-филолога. Потому что китайская поэзия современная, она очень многообразна. В ней есть вещи подобные, в ней есть вещи, которые имитируют разговорный язык. Действительно, может каждый найти себе что-то по душе. Вы переводите не только поэзию, но и прозу. И вот этот вот перевод романа Юйхуа, я правильно сказала? Да. «Братья», он сделан вами. Это очень большая, судя по всему, работа, потому что это очень большое произведение. И я читала уже рецензии, очень хорошие рецензии на ваш перевод. И с большим интересом читала вот сам роман. Но роман, это ведь тоже постмодернизм китайский, наверное. Ну вот автор, он один из тех, кого китайцы в 80-е годы окрестили китайскими авангардистами. Это фактически одно из первых поколений после культурной революции. Те, кто авторов, кто успел получить образование в Новом Китае уже по реформенному. То есть это авторы, которые начали о себе ярко заявлять с середины 80-х годов. И для кого культурная революция не была частью составляющего их опыта. Они были слишком маленькие для того, чтобы это все испытать на себе. У меня этот роман вызвал несколько вопросов. Но первый вопрос к вам, как переводчику. Судя по всему, тот китайский язык, на котором это написано, тоже был языком очень любопытным. Потому что вам, видимо, пришлось искать какие-то варианты на русском языке. И, ну, например, потом он, пользуясь момента, принеса частить бритого ли. И, мол, где сыщется такая черствая душа, чтобы обеспечить чужих людей всякой фигней и так далее. Что в китайском языке есть те же слова, которые используются в русском постмодернизме. И помогал ли вам опыт чтения российских романов, романов русских писателей? Вообще, как вы работали над таким уже совершенно необычным языком? Это ведь язык совсем не тот, каким пишутся стихи, подобные тому, что вы прочитали. Ну, стихи пишутся разным языком тоже, да, в Китае в том числе. Но тут вообще момент, мне кажется, он связан с тем, как, в принципе, пишется современная китайская литература. В сравнении с русскоязычным литературным текстом, во-первых, китайский текст, он избыточен, он гораздо более сентиментален. Если посмотреть, герои сразу начинают плакать в три ручья, запрокидывают лицо к небу, рыдают, текут слезы, сопли. И этого всего очень много, да, то есть такая гипертрофированная эмоция. Она правит бал. Это в литературе только или в жизни тоже? Нет, это литературная, на самом деле, это традиция, которая идет еще от простонародной литературы Средневековья, да, где вот этого всегда много. И, конечно, когда переводишь на русский, приходится немножко как-то в рамки вводить эту сентиментальность, потому что российскому читателю она совершенно непривычна. С другой стороны, современная китайская литература, она гораздо свободнее обращается, я бы сказала, чем русская литература с бранным словом, да, то есть этого прям много. Да, здесь очень много. И как вам, такой милой даме, приходилось искать адекватные варианты? Ну, Юйхуау не одинок, на самом деле, вот посмотреть на тексты Нобелевского лувиата, последнего китайского маяня, там, в общем, при желании можно тоже найти все то же самое. Вот, это вообще, мне кажется, такой общий тренд китайской литературы последних лет, поэтому это как раз неудивительно. Ну, приходится искать какие-то варианты, а что делать? И, опять же, самый сложный, мне кажется, момент, он связан не с языком как с таковым, он связан с культурными реалиями, это то, из-за чего мне пришлось добавить комментарии к этому тексту, потому что китаец, который вырос в Китае в 60-е, 70-е годы, он, конечно, себе все это представляет, что это за вещи. И вот как раз второй вопрос был с этим связан. Здесь показаны те изменения, которые проходят в современном Китае, вот в этом романе, и вообще какой он, современный Китай, судя по литературе? Он постепенно все более озабоченный своими социальными проблемами, да, то есть вот новая социальная проза, это такой очень ощутимый тренд в современной китайской литературе. Много текстов, которые посвящены переосмыслению того, как выглядит современный Китай, с какими проблемами он сталкивается. Причем, на самом деле, это и в поэзии можно увидеть, это новая социальная поэзия и так называемая поэзия рабочих мигрантов. Вот для России это кажется удивительным, но не будем забывать, что количество внутренних мигрантов в Китае, рабочих мигрантов, которые покидают свои родные деревни, села, приезжают работать в город, оно больше, чем население России. И вот учитывая то, как много этих людей, неудивительно, что среди них появляются и авторы, которые хотят писать об их проблемах, в том числе поэты, которые пишут стихотворные тексты о проблемах рабочих мигрантов. Ну, вообще, проблемы такие, которые могут быть и нам интересны. Ну, вот, например, я открыла страницу, где речь идет о том, что уничтожается старый поселок и возводится новый одним из героев. За каких-то пять лет улицы расширили, да и переулки тоже понастроили многоэтажных домов, и пыли заметно поубавилось, но народ все равно был недоволен. Поговаривали, что старые дома, хотя и были маленькие да убогие, но ведь они все равно были красивые, государство раздавало их просто так. В больших и новых можно поселиться только хорошо за это заплатив, но за последние несколько лет Казань тоже старая была, практически вся снесена, и построены новые дома, и старого центра почти не осталось. И тут дальше говорится, что везде построены одни только супермаркеты, и наберется их штук 7-8, а одежный магазин чуть ли не под каждым кустом. Я читала и думала, это почти про нас. Конечно, я поэтому, собственно, выбрала в свое время эту книгу для перевода. Мне показалось, что она российскому читателю будет, в общем, понятна и близка. То есть это удивительно, насколько это может находить отклик в нашем обществе, который тоже проходит через такие трансформации. Но вот в китайском обществе они еще более радикальны, еще были быстрые эти трансформации, и, конечно, они не могут не отражаться в литературе. То есть, опять же, Юйхуа, он не одинок, есть такой автор Дзя Пинва, он тоже, например, у него есть роман про рабочих мигрантов в городе Сиань. Здесь действие происходит в деревеньке под Шанхаем. Но есть там такие же тексты про Пекин и про многие другие китайские крупные города. А вообще китайцы сносят, да, свои старые памятники? Конечно, очень много, я думаю, что даже больше, чем мы. А почему? Потому что есть желание как можно быстрее встать на путь модернизации какой-то, и как можно быстрее... Не забыть все прошлое, да. Отринуть все прошлое, да. Вот в городе Ухань, например, где началась первая китайская революция в 911 году, во всем городе сохранилось одно единственное здание 911 года. Это музей сейчас. То есть, в принципе, город очищен, зачищен от своего наследия. Как жалко. Да. И это не уникальный случай, в Китае такого очень много. Ну, или там, например, истории, когда сносятся пагоды старые, и потом на ее месте строится такая же новая, но только с лифтами или там с эскалаторами, да. Как интересно. То есть, получается, мы очень часто говорим о влиянии Востока на западную культуру, а сейчас, в общем, происходит очень сильное влияние западной культуры на Китай. Конечно. И мне кажется, что вот если посмотреть на литературу, то с точки зрения чисто литературной Китай никогда не был настолько открыт на язычному влиянию, как сегодня. И это можно увидеть, вот даже посмотреть там на поколение авторов-предшественников Юйхуа, они в большинстве своем имеют совершенно другой бэкграунд. Они не говорят на иностранных языках, да. И авторы, которые приходят им на смену, как бы следующее поколение, авторы гораздо более открытые на язычное влияние, в том числе получившие высшее образование, по большей части владеющие иностранными языками и так далее. То есть это, конечно, создает совсем другое пространство для писателя. Спасибо. И последний маленький вопрос. Что бы вы порекомендовали почитать из, ну, в общем, современной китайской литературы? Ну, эта тема необъятная, конечно. Понимаю, но тем не менее... Но из того, что вот переведено на русский, мне кажется, можно начать свое путешествие с произведений Нобелевского лауреата Муяня. Их много опубликовано уже по-русски. Вот, мне кажется, это такая дорожка, такая лазейка, да. А зайдя уже как бы через это, дальше можно продолжать свое исследование. В Петербурге выходило очень много сборников современной китайской прозы. И отрадно, что она переводится на русский. Замечательно, что она переводится, и поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы у нее было как можно больше читателей. Спасибо вам большое. Спасибо. Нашим гостем была Юлия Александровна Дрейзис, известный специалист в области современной китайской литературы и переводчик китайской прозы и китайской поэзии на русский язык. Спасибо вам. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин